всем привет друзья вещает и показывает чавес и я продолжаю знакомить вас с классами боевой техники вармор варфейр и на этот раз у нас лт легкие танки если интересно познакомиться и с другими классами которые я уже делал видео то переходите по ссылкам не стесняйтесь и так легкие танки здесь они уже представляют из себя не просто быстрые маневренные танчики у которых мало хп и которые могут покусать но не сильно здесь уже легкие танки они если откусят то откусят сразу полтуловища если посмотреть и составить такую общую картину их не характеристик по всей технике которая представлена и и пока немного скажем так эта техника находится где-то в середине между ббм коми по характеристикам и о бытышками то есть к примеру если взять обзор то обзор у них как раз средний то есть у них обзор лучше чем у бытышек но хуже чем у тех же ббм то есть это уже не светляки по количеству прочности танков они тоже в середине то есть у них побольше чем у ббм ок но естественно как принципе должно быть меньше чем о бытышек посредственное бронирование то есть но можно сказать его практически нету она лучше чем у ббм но дали ему далеко до обтышек они как и должны быть легкие танки быстрые маневренные это у них как бы не отнять по размерам они также больше чем ббм кино меньше чем обтышки а вот с орудием с орудием у них очень все интересно по крайней мере первые уровни которые я опробовал это вот четвертый уровень шеридан и следующий пятый там все очень интересно на данный момент в игре присутствует только одна ветка и только у одного поставщика состоящая из пяти машин теперь наконец перейдем к особенностям этого класса чем они отличаются этот класс от других и что же такого интересного для нас приготовили и первой особенностью является то что легкие танки обладают повышенной управляемостью на бездорожье отличная вещь для них она не обжизненно необходимая потому что они должны быстро передвигаться менять направление и проезжать по тем местам где остальные танки будут проезжать медленно и долго следующей особенностью является то что при повороте башни и движение по прямой точность лт не снижается шикарная тоже вещь вот если посмотрите я как раз этим самым и занимаюсь я просто ездил вперед и назад и при этом разброс у меня на орудии не увеличивается то есть я всегда сведенный я выехал из-за горочки я уже сведенный заехал обратно спрятался тут же после выстрела и все сложно недооценить эту особенность потому что для этого танка это в принципе можно сказать тоже жизненно необходимая вещь потому что брони у нас нету выезжать танковать мы не можем хп у нас немного поэтому выезжать и размениваться с кем-то нам категорически запрещено а эта особенность позволяет нам как раз таки выезжать безнаказанно выцеливать даже какие-то уязвимые места и обратно закатываться плюс в принципе эта особенность позволяет например если вы едете где-то вам нужно срочно прорваться по какому-то направлению вы можете легко и ненавязчиво не сядь со скоростью километров 60 еще и раздавать как просто как ковбой налево и направо хэдшоты ну и последней особенностью лт-шик является то что они обладают большим запасом дымовых гранат чем машины других классов тоже опять же отличная вещь позволяет нам дольше жить позволяет нам быстро скрыться от противников если вдруг мы попадаем под какой-то перекрестный огонь но и в принципе у дымовых гранат очень большой спектр применения который в принципе даже я еще сам не овладел им поэтому однозначно им это необходимо тоже для того чтобы дольше выживать больше набивать что касается вооружения ну например у данного танка то здесь большой выбор различных снарядов здесь начиная от кумулятивных снарядов с большим пробитием также фугасные снаряды которые могут пригодиться всегда и есть птуры те самые противотанковые управляемые ракеты но если с кумулятивными снарядами все понятно они довольно таки хороши тем более у этого танка пробитие у них высокая его немножко под уменьшили с последним патчем но в принципе его все также хватает еще чтобы пробивать но вот конечно минусы в том что они довольно таки уязвимы против той же комбинированной брони и динамической защиты которая попадается уже на более высоких уровней и и тут уже возникают сложности но в целом они хороши а вот птуры такая вещь ну скажем так очень спорная с одной стороны они имеют очень высокое бронепробитие но с другой стороны из-за особенностей запуска именно этих птуров они аннигилируют все плюсы легкого танка в том числе и особенность что вы можете выезжать и уже сведенным заранее сразу стрелять и заезжать обратно за укрытие так уже не получится потому что стреляя птуром вам нужно остановиться полностью свестись и еще после выстрела вести саму ракету до цели что естественно минус потому что в это время вы можете просто в ответ нахвататься но я думаю как у птуров есть какие-то однозначно плюсы есть какие-то интересные применения я пока что не сильно много ими пользовался поэтому ну возможно еще ничего то не знаю но так если вкратце то например однозначно можно их использовать если вы стоите далеко вы знаете что после выстрела вас не засветят туда в принципе можно запускать спокойно не боясь что вам прилетит в ответ либо если вам предстоит дуэль с какой-то очень крепкой целью и вам нужно высокое бронепробитие то как вариант заряжайте птуры выезжайте выцеливайте места и в общем то это будет конечно однозначно только плюсом туров в целом мне очень понравился этот класс я надеюсь что техники в этом классе будет гораздо больше чем сейчас и появится ветка и у другого поставщика я точно буду выкачивать его потому что мне очень понравилось на этих машинах кататься ну и та самая фишка игры в целом и этого класса это дымы как видите сейчас я ими воспользуюсь к сожалению немножко поздновато сделал я это раньше я бы избежал урона а так выпускаешь дымы друг для друга вы пропадаете и есть время для маневров вот такой вот получился класс боевой техники следующее видео уже будет по самому для меня по крайней мере неоднозначному классу боевой техники это об это основные боевые танки почему неоднозначные я расскажу в этом видео а на этом все ставьте лайк если видео вам понравилось подписывайтесь на канал пока